Добрый день, дорогие мои ценители прекрасного! Представляю вашему вниманию видео-обзор о подготовке нового мастер-класса о плетении розочек из бисера. Вы как раз видите перед собой эти розочки, и в этот раз я решила ничего не усложнять и подготовила для вас самую простую схему плетения и сборки этого прекрасного цветка. Вот так выглядят простые по форме лепестки розочки. Такой вариант плетения подойдет вам на любом уровне изучения бисер плетения, а также понравится и опытным мастерицам. Выглядит такой цветочек достаточно просто, так как размеры лепестков подобраны таким образом, чтобы можно было, не отрываясь, плести много лепестков подряд и не тратить время на их прошивку. То есть все лепестки, подготовленные для цветочков, сплетены просто с использованием одной бисерной низки без прошивки и каких-либо сложностей. Также подготовлено очень много зелени. Вот такие листики, они не очень крупные, но мы придадим им вот такую красивую изящную форму. Листики уже прошиты в одном месте, чтобы они со временем не потеряли свою форму. Также я здесь планирую использовать вот такие бутончики, которые мы уже плели для цветка гордынии. Мне кажется, они очень хорошо подходят и для розы. И также хотелось бы узнать еще ваше мнение. Напишите его, пожалуйста, в комментариях, какой вариант вам больше нравится. Эти цветы, они в принципе одного размера. Разница лишь в том, что крайний ряд этого цветка состоит из пяти лепестков, а у этого цветка их семь. Посмотрите, оцените, как на ваш взгляд лучше выглядит. Есть еще вот такой не до конца раскрывшийся цветочек и вот такой бутончик. Мастер-класс находится на стадии разработки, поэтому вы можете писать свои замечания и дополнения. Я с удовольствием к вам прислушаюсь. Также хотелось бы узнать ваше мнение о том, интересен ли вам будет такой мастер-класс. И что бы вы хотели увидеть в итоге? Куст роз или букет? И хотелось бы поделиться с вами еще одним проектом, над которым я работаю. Это разработка схемы вот такого растения. Это Вероника. Многолетнее травянистое растение из семейства Подорожниковые. Часто встречается на полях и лугах. И бывает белого, розового, синего, фиолетового оттенков. Сейчас я как раз разрабатываю схему такого растения. И на данном этапе остановилась вот на таком варианте. И в таком виде очень напоминает Веронику колоссистую и длиннолистную. Хотелось бы узнать также ваше мнение, интересен ли вам такой мастер-класс. Так как я его еще не снимала. Если будет много запросов, я постараюсь снять этот мастер-класс побыстрее. И я планировала оставить его в закрытом доступе. Поэтому буду очень рада, если вы напишите, интересен ли вам такой вариант плетения и сборки. Пишите свое мнение, задавайте интересующие вас вопросы в комментариях, а также в группах в соцсетях. Все ссылки на мои контакты вы найдете в описании. Также напоминаю вам о создании нового канала. И мастер-класс по этим розочкам я как раз планирую добавить на него. Поэтому буду благодарна вам за поддержку в его развитии. Буду очень рада, если такие простые розочки вам понравятся. И мастер-класс для вас будет полезным и интересным. Спасибо за внимание. Желаю вам всего наилучшего. Всем пока!